Приветствую вас! Мне кажется, что нужно отвечать на ваш вопрос, точнее, на несколько вопросов последовательно. То есть, с одной стороны, разобрать некую субъективную сторону, проблему, с другой стороны, подумать о том, какова сторона объективна. И далее сформировать у вас некие решения, некие взгляды на то, как и что вам нужно делать для того, чтобы стать, может быть, чуть-чуть счастливее, может быть, немного лучше понимать то, что происходит с вами. Я думаю, что именно в таком порядке я и отвечу на ваш вопрос. Итак, первое, с чего нужно начать, это то, что вы пишете по поводу своей истории. В эти 24 года в моей жизни были отношения и хорошие, и несчастная любовь. И сейчас я тоже нахожусь в отношениях 3 года, как и было. Но в нынешних отношениях я понимал, что он хороший, надежный, но не мое. Видите ли, вот то, что у вас были хорошие отношения, и была несчастная любовь, как вы говорите, при этом несчастная любовь у вас была в 21 год, если я понял точно. В 21 год до того, как вы начали испытывать то, что испытываете с мужчиной, который у вас сейчас. А в 21 год вы, собственно, уже имели опыт какой-то, и этот опыт, он определенно не был самым лучшим для вас. Была несчастная любовь, когда любили вы. Это, безусловно, негативный опыт. Была ситуация, когда вас любили, и это чаще, но вы не принимали человека. То есть, вот вас вроде бы любят, а вы не принимаете того, как человек к вам относится. И здесь нужно сказать так. Вот уже сейчас, начиная говорить немножечко об объективной стороне, хочется сказать, что видеть ли дело каждого человека, абсолютно каждого, любить ли взаимно, обязательно, или любить ли без взаимно. Так вот, каждый для себя этот вопрос решает по-своему. Каждый сам дает на него ответ для себя. Это то, что нужно понимать. Невзаимная любовь всегда происходит по-своему человеку. А когда вы говорите, что я не могу принять, ну вот, не могу принять человека, который меня любит, это говорит о том, что, скажите, вы слишком серьезные требования предъявляете и к себе, и к человеку. Вот. Знаете, почему-то именно такое впечатление у меня отложилось от того, что у вас была то любовь, то любовь незаимная, то любовь несчастная и так далее. То есть разность в ожиданиях, в требованиях и так далее. Негативный опыт какой-то был. Вполне вероятно, что этот негативный опыт вы теперь переносите на себя. Переносите на себя. И что куда важнее, вы негативный опыт не только переносите на себя, но вы еще позволяете ему влиять на ваши отношения с молодым человеком. Вы не говорите, что у вас какие-то чувства были к вашему настоящему, теперь и с ними молодому человеку. Но они у вас прочли. Они у вас остыли. И значит это, скорее всего, только то, что начала отрабатывать защитная реакция, защитный механизм какой-то. Скорее всего, вы боитесь до сих пор, подсознательно в душе, боитесь, что может повториться та самая ситуация, которая у вас была. То есть что-то негативное может повториться с вами много. И из-за этого вы не до конца в отношениях расслабляетесь. Из-за этого вы, возможно, не до конца в отношениях себя проявляете. И из-за этого у вас возникают проблемы и неудовлетворенности, как таковая. Это нужно, ну, понять, по возможности понять и принять для себя. Далее. Вы пишите следующее вещь. Что сейчас, раньше были какие-то чувства, сейчас просто удобно, наверное, привычка. И я стал все больше и больше отдаляться. Смотрите. Ваш молодой человек, по вашему же описанию. Хороший, надежный, но не ваш. Вы из-за этого от него отдаляются, хотя он не виноват. Именно для того, чтобы попытаться ближе к нему быть. Именно для того, чтобы попытаться как-то наладить именно с ним отношения. Вы делаете следующее. Вы отдаляетесь. И вы отдаляетесь, конечно же, опять, потому что вам удобно. И, к сожалению, пока вы готовы это делать, пока вы готовы идти на отдаление, Я думаю, что ваши отношения будут под постоянным риском развала. И это не очень хорошо. Потому что за любые отношения нужно бороться. За любые отношения нужно прожняться. И отношения между двумя людьми – это выстраивание, это система уступок. Понимаете? И если вы не будете готовы на уступки, то я боюсь, что между вами и любым мужчинам будут проблемы. Далее. Кстати говоря, мотивация идти на уступки – это отдельный вариант, отдельный вопрос. И о нем тоже нужно говорить. То есть, именно о том, для чего вам идти на уступки. Для чего вам это делать? Ведь, чтобы уйти на уступки, нужно же ведь что-то иметь в качестве цели. А если, например, цели как таковой нет, то как вы можете делать что-то, тем более, если вам это не нравится? Значит, время проводить вместе не хочется, где-то в глубине души уже решилось, что расстанемся просто вопрос времени. Тоже, кстати, интересный момент. Вот как-то мужчина хороший, надежный. Мужчина, ну, вроде как, плохого вам ничего не сделал. По крайней мере, так мне показалось, что мужчина вам ничего плохого не сделал. Мужчина вообще-то, вообще старался для вас, если я правильно понял, и как бы, вот как-то таковых недостатков его вы не назвали. То есть, может быть, они, конечно, есть, недостатки, но вы о них не сказали ничего. И, исходя из этого, я должен сделать вывод, что дело здесь все в вашем восприятии. И, скорее всего, вы сами понимаете, что это ваше восприятие, оно имеет место быть. Так вот, мужчина вам ничего плохого не сделал, не обижал вас, не унижал и так далее. Но вы все равно ждете подходящего момента для того, чтобы расстаться. Возникает вопрос к вам, у меня. А вот, какой подходящий момент? Какой подходящий момент, особенно для того, чтобы расстаться с человеком, который в вас что-то вкладывал? Какой подходящий момент для того, чтобы расстаться с человеком, который для вас что-то делал? Как вы думаете, какой подходящий момент и почему момент не подходящий тогда, когда вы уже решили для себя это? Ну, казалось бы, если вы уважаете человека, казалось бы, если вы хотите для него всего самого лучшего, казалось бы, если вы просто из уважения к человеку хотите, чтобы он был счастлив, но как решили вы, что расстанете с ним, так выскажите ему сразу, чтобы он не тратил свое время на вас. Ведь он даже несмотря на то, что может быть сам почувствовал, как вы говорите, все равно надеется, что ваши отношения продолжатся, все равно надеется, что вы в ней будете, тем более прошло три года. То есть, вы для мужчины, вы, ну, точно не чужой человек. И вот вы этого все равно не делаете. Почему? Потому что вам это уже неудобно. Почему вы этого не делаете? Потому что вам будет потеря. Для вас будет потеря. Я имею в виду, что вы сторона потеряете, если от него уйдет. Вы говорите мне удобно, вы говорите мне привычка. У меня привычка. И когда вы пишете, что я жду подходящего момента, это значит следующее, что мне удобно, я имею все, что хочу пока что, но мне все равно чего-то не хватает. И как только подвернется какой-то более лучший вариант, я сразу выберу его. Этот лучший вариант. Там, где я буду знать, что я ничего не потеряю. Сразу оговорюсь, что я очень надеюсь, что ошибаюсь в этом плане насчет вас. Но интерпретация того, что, решив расстаться, вы продолжаете ждать подходящего момента, хотя расставание по своей сути в принципе не подразумевает какого-то подходящего момента, потому что это всегда травма для человека, с которым расстаются. Это поведение покарывает, что вы думаете о себе и не думаете о человеке. А пока вы думаете только о себе, даже если не любите его, ведь не обязательно любить человека для того, чтобы о нем думать. Правильно? Я надеюсь, что вы это понимаете. А пока вы не думаете о нем, а вы не думаете, например, о том, что человек будет думать, что столько времени ему отдыхает, вот просто так. Вы не думайте, например, о том, что человек, по сути, уже обречен быть без вас и с вами он находится просто для чего? Просто вам это вам удобно? А почему он должен быть рядом с вами, чтобы вам было удобно? Почему вообще кто-то должен делать так, чтобы вам было удобно? Заметьте, я говорю это без обвинения, без огрессии. Есть люди, которых это устраивает. Есть люди, которых устраивает, что их используют. Есть люди, которых устраивает, что используют они. То есть есть используемые, а есть использующие. И как бы это одна из возможных форм отношений. Но у вас требования гораздо больше. У вас требования определенно идут шире. У вас требования определенно претендуют на более высокий моральный уровень этих самых отношений. Но для этого-то нужно что-то делать. Для этого-то нужно как бы менять свое поведение. И все это вы говорите, я готова отдавать. Вот вы говорите, да, что раньше я очень часто была эгоисткой, но теперь мне хочется отдавать, а не только получать. А вы, на мой взгляд, вот исходя из текста, я еще раз повторю, только с текстом сейчас идет работа. Потому что, может быть, как человек, вы вообще думаете по-другому. Может быть, у вас так мысль изложить получилось, ну вот таким образом, что вот такой я вот его контекст. Может быть. Но из текста получается, что вы еще остались эгоистами, к сожалению. И вот пока вы это не измените, пока вы уже сейчас не начнете думать о других, а не о себе, пока вы не прямо сейчас, если вы решили, что вы расстанетесь, не приведете ваше отношение, чтобы человек мог побыстрее пережить разрыв и жить дальше, и обрести свое счастье. Надежды на то, что у вас получится изменить свою жизнь? Нет. Далее. В моей жизни не было взаимной любви. Пишите вы. Причем вы выделяете, не было взаимной любви. А я просто, любили меня, я просто понимала, что это не то. Я уже поняла, как бы он действительно человек нужен. Ну, вы построили себе образ. Образ. Взрослый, образ идеального мужчины. Взрослый, серьезный, спокойный, интересный, верный, надежный, любящий. И не хочу мужчину, которому я буду служить и уважать. Знаете, вот создается такое впечатление, что вы собрали весь свой негативный опыт, который у вас был. Взрослый человек, это означает, что вам попадались молодые люди с детским поведением. Серьезный человек, это означает, что вам попадались несерьезные люди, ветреные, может быть, и так далее. Спокойный человек, это означает, что вам попадались вспыльчивые, импульсивные молодые люди. Интересно, это означает, что вам попадались пустички, по вашему мнению, пустички. Потому что человеку нужно время, чтобы раскрыться. Человеку нужно помочь раскрыться. Нужно, чтобы вы сами были готовы раскрыть человека. Если вы не готовы этого делать, то человек сам может не раскрыться. Потому что у каждого это происходит по-разному. Далее, верный, потому что, возможно, вам изменяли. И я не буду сейчас говорить о причинах измен, они могут быть разными. Но то, что вам изменяли, это, скорее всего, надежнее, это означает, что вы не могли положиться на человека. И опять-таки, ненадежное поведение имеет свои причины, какие нужно разбирать. Потому что есть вероятность того, что вы сами провоцировали человека и на измену, и на ненадежное поведение. Я не говорю, что это обязательно так. Но это, возможно, и эту возможность нужно исключить. Или, наоборот, обнаружить. Для того, чтобы можно было вам скорректировать свое поведение более адекватно. Далее. Любящий и нежный. Ну, это уже, скорее, некий договорный, действительно, идеал. Потому что, ну, мужчина, который любит вас, это, априори, любящий и нежный. Как-то не очень, не очень понятно, какая может быть любовь. Любая любовь без любви, собственно, и нежности. То есть, тут тоже у вас противоречие, тут тоже у вас потребности. И вот то, что вам встречалось, то есть, вот все антиподы того, чего вы хотите, все антонимы того, чего вы хотите, не наносили вам бред. И теперь уходите все это для того, чтобы что-то от человека получать. Любой идеал, мужчина, это некая собирательная характеристика человека, с которым вам будет хорошо. Но вопрос, а почему человек должен делать так, чтобы вам было хорошо? Почему человек должен стремиться к тому, чтобы вам было хорошо? Почему вам нужно требовать от человека быть вот именно таким? А что будет, если вы влюбитесь, например, во взрослого, но не серьезного, значит, не очень надежного, но верного человека? Как вам такой вариант? Зачем вы ограничиваете, зачем и для чего вы ограничиваете себя первичным этих характеристик? И я вам отвечу, потому что этот идеал, это собирательная картина того, чего вам не хватает для себя. Возможно, это неуверенность в себе, возможно, это какой-то страх, возможно, это нежелание облигации и так далее. Но проблема в том, что идеализирование человека, идеализация человека, и акцент на образе человека, мечтает вам увидеть реального человека за этим образом. Говоря языком вещества терапии, здесь вы главной фигурой своего сознания, то, на чем вы концентрируетесь, делаете не реального человека, а образ этого человека, который вы сформулировали, опираясь на свои желания, и пытаетесь, соответственно, любого человека под этот образ подстроить. И получается так, что человек либо подходит под ваш образ, либо нет. Найти того, который подходил бы, очень сложно, почти нереально. Большинство будет не подходить, и вы будете их отсеивать. И отсеивая их, вы будете получать негативный опыт, который еще меньше будет располагать вас к отношению к любым. Поэтому уже сейчас лучше задуматься о природе образа, о природе идеализации, и посмотреть на них с попрекционной точки зрения. Потому что в отношения вас нужно вступать, уже будучи удовлетворенным, уже будучи независимым, уже будучи готовым делиться с человеком тем, что у вас есть, тем, что у вас в избытке. А вот пока столько требований. Например, зачем вам слушать человека? Почему обязательно нужно уважать? Ведь любовь подразумевает уважение. Ага, она же подразумевает и прислушивание к человеку. Но вы об этом говорите, значит, вам это для чего-то нужно, вам самого. В чем вы будете его слушать? Вы производите впечатление женщины, ну, как минимум, не самой зависимой на свете. А значит, нужно уточнить, в чем вы будете его слушать и для чего. Какая у вас вообще позиция в отношениях? Какую вы позицию хотели бы заниматься? И заканчивая этот абзац, хочется сказать, там еще вы приводите другие моменты, но они-то по сути ничем не отличаются от того, что я уже сказал. Так вот, заканчивая абзац, хочется сказать, что не было у вас взаимной любви. Ну и что? Она будет, а может быть и не будет. Вам нужно ориентироваться на строчное счастливое. Вам нужно ориентироваться на желание делать человека счастливым. А будет любовь или нет, это не важно. Любовь – это естественная форма развития отношений между людьми. Любовь – это не гарантированного, а вы, как бы, хотите ее получить гарантированно. По крайней мере, так у меня сложилось впечатление, исходя из третьего абзаца. Так вот, еще и вот ответ. Ориентироваться нужно на себя. Ориентироваться нужно на то, чтобы сделать человека счастливым. Именно на этом нужно ориентироваться. Если хотите кого-то сделать счастливым, если хотите для кого-то что-то сделать, сделайте это. А придет любовь или нет, покажет время. Придет любовь или нет, это не важно. Нужно ориентироваться на это, на стремление делать человека счастливым, и на постоянное взаимодействие с людьми. На формирование общего у вас с людьми. Чтобы был базис, чтобы была вероятность. Вероятность растите взаимных чувств. И рано или поздно эта вероятность работает. Значит, вы спрашиваете. Вот вы говорите, здесь много людей, намного старше и опытнее меня. Тоже интересный момент. Вот, когда я записывал вам ответ, у вас был один ответ человеку, один эксперт вам ответов на момент записи. Ну, скорее всего, пока я записывал вам ответ. Или еще, в общем, самый первый ответ. Вот человек, мне кажется, идеально подходит под ваш запрос. Старший, опытный, знающий кучу жизненных примеров, человек с большим опытом работы и так далее. И что, вы будете к нему прислушиваться только потому, что он отмечает вашим критериям? То есть, вы будете прислушиваться к нему потому, что он соответствует вашим субъективным представлениям, субъективным требованиям. А как насчет того, что, например, смотреть на дочку зрения человека, смотреть на то, насколько она охватывает вашу ситуацию, как насчет того, чтобы абсолютно каждому, не только старше вас, но и младше вас, а такие здесь тоже есть, люди, имея равные шансы и равную позицию, могли дать вам рекомендации. Скажите, попробуйте начать с этого. Вот ответил вам человек, который младше вас. Сразу хочу сказать, что это не я, вам 24, мне больше. Я говорю про других людей, здесь такие есть. Вот подумайте, готовы ли вы их точку зрения выслушивать на равных с теми, кто соответствует вашим предстребованиям? И если нет, то почему? Какие же специалисты? Опыт вообще от физического возраста не зависит. Ну и так далее. Есть любовь, есть любовь, любовь существует. Для каждого она своя, и каждый любит по-своему, но она есть. Как ее найти? А никак, ее не надо искать. Знаменитая поговорка «любовь находит тех, кто на ней не гонится» здесь подходит как нельзя к цитату. Пока вы ее ищете, пока вы делаете ее саму целью, она будет от вас бежать. А когда вы будете заниматься чем-то другим, когда вы не будете думать о ней, она вас обязательно найдет. Чтобы понять, любовь ли это или нет, вам необходимо задать себе вопрос о том, как вы воспринимаете человек. Это если вы хотите, хотите делать для него все, безусловно, ничего не требуя взамен. И если вам все равно, где человек, с кем человек, главное, чтобы у него было все в порядке, то это и есть любовь. Но это взрослая любовь, которой, как вам, сказал мой коллега, еще нужно прийти. Возникает для нас с первого взгляда. У кого-то да, у кого-то нет. Как правило, возникает с первого взгляда у тех людей, у кого расширалась либо образная мужчина, либо по стечению обстоятельств, человек, в которого мы влюбились, ну вот, по стечению обстоятельств попал идеально под образ. Или попал максимально полно под образ того, в ком мы нуждаем старый, как любовь с первого взгляда. Другое дело, что у такой любви есть свои негативные моменты, свои подводные и карты. Но с этим, я полагаю, нужно разбираться отдельно. Быть может, я раньше была увлечена собой больше, пропустила что-то важное. Да, скорее всего, так и есть. Почему у меня сейчас такая потребность в любви? Потому что, вероятнее всего, вас недолюбили в детстве, и у вас недостаток любви к самой себе, и вы пытаетесь восполнить это через других людей. Вам нужно работать над собой, больше принимать себя, меньше требовать от себя. Ведь вот эти вот ваши требования, они же возникли на пустом месте. По-моему, проблемы с детскими родительскими отношениями имеют место быть, проблемы с родителями, обиды на родителей и так далее, которые тоже нужно разбирать. Вот так это и можно объяснить с традицией психологии. То есть, если вы испытываете потребность любви, значит у вас этой любви самой не хватает. То есть, вы не надо сказать, что вы себя любите. И это объяснение единственное в узком смысле. Рассуждения на эту тему могут быть только в деталях. А по факту это так. На этом все. Вроде бы ответ у нас все вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.